Начнем мы с того, что покажем вам, как мы делаем проекты, в основе которых лежит платформа IP-ATS, колл-центра, которая носит название 3CX. Прежде всего мы хотим показать вам принципиальную схему IP-ATS 3CX, как она может выглядеть в гостинице, либо в сети гостиницы, хостелов, отелей, неважно, как вы это будете называть. То есть в одном ядре, в одном экземпляре 3CX мы логически можем выделить два телефонных контура. То есть внутренний контур телефона, который обслуживает гостей наших, обслуживает номерной фон, к которому будут подключены общие телефоны, телефоны в номерах, отельные телефоны, телефоны в местах общего пользования, телефоны, возможно, даже в лифтах, либо в переговорных каких-то комнатах и так далее. Ну и не будем забывать про внутренний контур телефонии, то есть это та телефония, которая обслуживает наших сотрудников, наш отдел бронирования, наших менеджеров, ресепшн, руководителей, отделов маркетинга и так далее. То есть логически это два телефонных контура, которые могут полностью быть независимыми для того, чтобы разделять телефонные потоки и разделять трафик. Но обслуживать это будет одна и та же IP от 3CX с отельным модулем от компании-производителя. Модуль отель, отельный модуль от 3CX позволяет сразу же из коробки после инсталляции интегрироваться с довольно большим количеством мировых лидеров PMS, так называемых, то есть отельных систем, которые позволяют управлять гостиницами. Эта интеграция из коробки позволяет сразу же подключиться, реализовать ряд функций, которые мы чуть позже с вами рассмотрим, которые предоставляют сервис как гостям отелей, так и сервис для управляющих самого отеля. Также IP от 3CX на борту имеет очень шикарный REST API интерфейс, который позволяет подключить непредставленную здесь отельную систему, как то 1С отель, а иные системы, которые или CRM систему, или Service D систему, или систему управления отеля, которая позволяет реализовать событийную интеграцию, то есть событие-звонок или звонок-событие. Также на борту у IP от 3CX есть конструктор голосовых приложений, который позволяет реализовать голосовые сервисы для постояльцев отеля, так и для тех, кто находится во внутреннем контуре, так и для тех, кто звонит снаружи. То есть разделить трафик голосовой от внешних гостей, которые к нам звонят и обращаются с одной единственной целью – дать человеку помощь за минимальное количество времени и минимальное количество переключений внутри гостиницы. Что 3CX позволяет реализовать для гостей? Ну, прежде всего, это мелочи, но это чертовски красивые мелочи, то есть это персонализация телефона, это логотип на телефонный аппарат, то есть я, Олег Агапов, приехал в номер, я в нем заселился, там как минимум будет логотип отеля, как максимум может быть персональная информация, которая меня приветствует. Соответственно, сразу же из коробки доступен функционал управления собственным статусом, это ДНД, блокировки внешних вызовов, кто мне может позвонить, кто мне не может позвонить, кто мне вообще никогда не должен никогда звонить. Разумеется, быстрый набор часто используемых кнопок – это вызов ресепшена, вызов ресторана, вызов кафе, вызов такси и так далее и тому подобное. Обязательно IP-телефония позволяет, и мы должны это с вами использовать, это предоставлять гостям с довольно дорогим роумингом, это дешевую международную, международную связь. Благо, протоколы IP-телефонии позволяют подбирать совсем дешевый международный трафик, ну и, соответственно, перевыставлять его гостям отеля по уже внутренним целым гостинице. Еще один сервис, на котором я хотел бы обратить внимание, это сервис видеоконференции для гостей отеля. То есть в конференц-комнатах либо непосредственно из номеров есть возможность предоставить гостям полноценный сервис видеоконференции с видеозвонками, с возможностью предоставления доступа к экрану с ноутбука, предоставления доступа к документам, к общей доске с опросами и так далее. Весь этот функционал уже включен в коробочную версию IP от ATS-U3CX и доступен как для сотрудников отеля, так и для гостей. То есть есть возможность реализовать на платной или на бесплатной основе для гостей полноценную конференц-комнату, когда из командировки есть возможность провести видеоконференцию, видео-встречу с заказчиками, с клиентами, с поставщиками и так далее. То есть благодаря современным и Wi-Fi-телефонам, и видеокамерам мы можем подключить это все и собрать полноценную конференц-комнату на базе IP от ATS-U3CX. Напоминаю, этот сервис уже включен в стоимость коробки, в стоимость практически любой версии от ATS-U3CX. Сервис для сотрудников гостиницы, который позволяет реализовать IP от ATS-U3CX. Прежде всего это узнавание заказчиков по имени и фамилии, то есть кто это нам звонит, кто у нас заселен в номере 101, 102, 301, 302 и так далее. Обязательный контроль пропущенных звонков с автоматической отзвоном с функцией callback всем тем, кто к нам по какой-то причине не дозвонился, и мы обязаны им перезвонить обратно. Станция позволяет автоматически формировать чеки за телефонные разговоры. На телефонном сленге это называется CDR, то есть это плоские таблицы, которые позволяют выгружать статистику записи разговоров и предоставлять ее уже заказчикам. Обязательно для сотрудников, которые мало сидят на своем рабочем месте, это управление собственной доступностью, так называемый звонок follow me. То есть я указываю, где я сейчас, я указываю, что звонок, если меня нет на рабочем месте, или я вышел даже на 5-10 минут, будет мгновенно переадресован на мобильный телефон, или на смартфон, или туда, куда мне, так как сотруднику, будет удобно. То есть для сотрудников, которые не сидят или часто покидают свое рабочее место, это очень удобно, чтобы его можно было в любое время найти, будь он на этаже, на обеде, в лифте или еще где-нибудь. Обязательный сервис для горничных для управления статусом номерного фонда, что номер убран, что номер свободен, что номер не убран и так далее. То есть прямо с IP телефона, с вводом специальных кодов, этот сервис доступен для внутреннего персонала отеля. Обязательная записная книжка для корпоративного отдела бронирования, которая позволяет видеть, с кем общается компания, кто нам звонит, кто с ней работал последний. То есть элементы CRM, элементы интеграции CRM доступны также в IP-ATS от 3CX. Ну и мой любимый, лично мой любимый функционал, это адаптивная маршрутизация звонка. То есть мы стараемся маршрутизировать звонки на того, кто последний общался с тем или иным гостем, с тем или иным заказчиком, будь то внешний или внутренний звонок. Это очень удобно, особенно когда звонок идет за довольно короткий период времени. То есть если заказчик перезванивает нам с вами через 5 минут, ну скорее всего по какой-то причине он хочет пообщаться с тем же, с кем он общался последний раз. Преимущества от 3CX мы постарались их резюмировать в одном месте, и я постарался убрать сильно технические термины. Прежде всего это варианты развертывания, как в облачных серверах с использованием, либо рекомендованных облачных мощностей от 3CX, либо вашего любимого дата-центра. Это варианты приобретения, как годовые лицензии, в аренду, так и коробка навсегда. Это поддержка любой из доступных нам с вами средств виртуализации. IT-шники могут выбрать Windows или Linux-овую среду, такая, которая более признана вашей компанией. Обязательно отказывают свой учет, причем этот функционал в редакции Enterprise доступен из коробки и поднимается через визорд установки, то есть поднимается довольно просто. Система лицензирования на основе Concurrent Calls, то есть одновременно используемых звонков, для того, чтобы сэкономить на малозвонящих сотрудников, те, которые мало используют телефон, такие как охрана, такие как служебные помещения, то есть нет нужды оплачивать звонки, вы платите только за конкурентные звонки, только за одновременно используемые разговоры. IP-ATS 3CX поддерживает любые устройства, которые предлагает как компания IP-матика, так и существующие вообще все устройства, как то сторонние SIP-телефоны, либо сторонние операторы связи. 3CX работает практически с любым оператором, ну, по крайней мере, все те, которые мы подключали, это более 50 операторов. Айтишники очень любят 3CX, потому что они спят спокойно, по той причине, потому что это тиражный софт, это очень высококачественный софт, оттестированный, и, соответственно, он практически не требует вмешательства внутреннего отдела IT на ежедневный саппорт. Заинтересованные лица заказывают и получают готовые отчеты, как правило, на электронную почту за определенный период времени, то есть IP-ATS и Call Center 3CX на борту содержат порядка 30 готовых отчетов, и заинтересованные лица выбирают, какие отчеты они хотят получать на электронную почту. И функционал, который лично мне тоже больше всего нравится, это система автоматической контроля за внутренним сервисом SLA. То есть это такие письма-ябеды, которые уйдут, опять же, заинтересованным лицам только в том случае, если что-то пошло не так. Иными словами, мы с вами указываем те параметры SLA, те временные параметры, в течение которых наша компания должна обслуживать как внутренние, так и внешние звонки. И если эти правила будут нарушены, если эти красные флажки будут пересечены, в этом случае 3CX не будет церемониться, оно тут же отправит письмо ябеду, что где-то что-то у нас пошло не так. Иными словами, если за неделю, допустим, у нас с вами не было ни одного письма от службы автоматического контроля, значит отчеты, что называется, можно не смотреть. Там было все нормально. Оперативное управление контактным центром это панель, любимая от нашбордов для супервизоров, которая позволяет в режиме реального времени управлять контактным центром, смотреть, что там происходит, какие параметры. мы сейчас выдерживаем и что у нас вообще сейчас происходит с контактным центром. Чуть попозже покажем как. Встроенные чаты в поставку 3CX включен функционал обработки текстовых сообщений. Это могут быть текстовые сообщения с сайта, с лейдинг, страниц, функционал клик-то-кол и так далее. То есть это позволит вам очень быстро протестировать гипотезу, будут ли ваши абоненты пользоваться чатами, как они их используют, в каком количестве, в каком объеме. Стандартный функционал 3CX позволяет использовать сразу же и обработку текстовых сообщений теми же сотрудниками, что и звонки. Панель супервизора, одна из панелей, которая позволяет оценить, она буквально была сделана 2 часа назад. Это данные из живого колл-центра, которые позволяют посмотреть, какие звонки были приняты за определенный период времени. Как видите, в колл-центре сейчас тишина и покой, практически никто не звонит, хотя с утра было принято 129 звонков, из них было упущено 4. Время ожидания шикарное, всего 6 секунд. О чем еще позаботился 3CX и что у нас есть на борту коммуникационной платформы? Напомню, это встроенный сервис веб-видеоконференции, который позволяет проводить вебинары, совещания, проводить общую работу с документами через общий принятый протокол веб-ртсис использования абсолютно любого браузера без использования стороннего оборудования. Разумеется, автоматический сервис настройки IP-телефонов, который позволяет, не вставая с рабочего места, IT-службе настроить практически любой IP-телефон, который находится даже не в этом здании, не в этом помещении, то есть все IP-телефоны будут настроены автоматически. 3CX всегда автоматически поддерживает сам себя на последней версии, разумеется, с разрешения администратора, и, разумеется, всегда на борту имеет последний набор обновлений и прошивок для IP-телефонов, для IP-шлюзов, для IP-провайдеров и так далее. Встроенная защита через желтые и красные зоны, защита от злоумышленников и перебора паролей, потому что не исключены случаи, когда идет взлом IP-ATS. 3CX имеет на борту систему, которая позволяет предотвращать это и автоматически блокировать эти IP-адреса целыми пачками. Сегодня, допустим, только за полдня порядка 10 IP-адресов наш 3CX заблокировал по причине, что кто-то хотел к нам подключиться. Встроенный веб-кабинет, встроенные приложения, которые автоматически обновляются для популярных платформ, это прежде всего iPhone и Android. IT-служба, практически все рутинные операции, как-то бэкапы, восстановления автоматические, они все давным-давно автоматизированы через автоматические сервисы, которые содержат внутри себя IP-ATS. 3CX. Несколько языков. Один и тот же экземпляр может использовать несколько языков, которые доступны сразу же из коробки, включая русский, английский, испанский язык, китайский язык. То есть, разные пользователи, разные гости могут использовать одну и ту же станцию, но видеть они будут на родном, на нативном языке. Мы не мучаем пользователей для подключения смартфонов логинами, паролями или через веб-кабинеты. Только QR-код, поднеси телефон, и ты уже внутри внутренней станции. То есть, не надо бегать за пользователями и помогать им вводить логины и пароли на их новые смартфоны или потерянные смартфоны. Готовые плагины для встраивания на лендинге сторонних сервисов для собственного веб-сайта. То есть, это готовый HTML-код, который можно выгрузить, установить и через 5 минут пользоваться сервисом Click-to-Call, Click-to-Chat и так далее. Ну и готовую панель супервизора, которую мы с вами уже посмотрели. А теперь, собственно, я постарался довольно коротко это все рассказать, а теперь Илья у нас расскажет, а зачем это нужно и как это связано с классификацией отелей по законам нашей Родины. Ну и напомню еще, может быть, один момент о лицензировании 3CX. Еще раз хочу донести эту информацию. 3CX лицензируется по количеству одновременных вызовов, а не по количеству абонентов или номеров, что еще раз для отелей крайне выгодно и интересно, потому что постояльцы звонят мало, у вас может быть, например, 500 номеров гостиницы и 100 сотрудников, но при этом хватать лицензии, например, на 16 или на 32 одновременных вызовов, что существенно экономит бюджеты для IT-служб отелей, так что не забывайте про эту возможность. И действительно хочется поговорить также про классификацию отелей и немножко про законы Российской Федерации. Часто нам задают вопросы, а зачем вообще вот ставить телефоны в номера, кто пользуется телефонами в номерах гостиниц, даже пятизвездочных, в 2019 году. На самом деле пользуются примерно по статистике, примерно каждый второй постояльец так или иначе куда-то, но хоть раз позвонит, например, на ресепшн чаще всего или в службу заказа еды, фитнеса, сауны и другие сервисы внутри отеля. И, во-вторых, это просто нужно делать, потому что по законам Российской Федерации, а конкретно вот по этому приказу, который видите на своем экране, должны отели ставить телефоны. И если уж в номерах они просто обязаны быть, чтобы отель мог стать трех-четырех-пятизвездочным, то это нужно делать качественно, так чтобы получать дополнительную выгоду, ставить красивые аппараты и привязывать все это на IP-телефонию, с 3CX в основе сети, так чтобы в итоге все это работало качественно, беспроблемно и в конечном итоге с выгодой и с экономией для отеля. И немножко хотим поговорить, собственно, про вот эти законы, несколько табличек выдержки. То есть, как вы видите, обязательные критерии для отелей четырех-пятизвезд, например, это обязательная внутренняя городская, междугородная и международная связь 100% номеров. И также дополнительно обязаны быть телефоны коллективного пользования в общественных помещениях. Это не какой-то мобильный телефон, который есть где-то на ресепшн, это должно быть именно оборудованное переговорное место вот по этим нормам. Есть дополнительно бальная система оценки отелей. То есть, например, за такие вещи, как наличие фоксимильной связи или наличие в ванной комнате дополнительной телефонной трубки во всех номерах можно получить дополнительно два балла. Это не так много. Это примерно полтора процента от необходимого количества баллов для того, чтобы стать пятизвездочным отелем. И это, например, меньше, чем за такие вещи, как наличие спортивной площадки, трансфера от аэропорта или столько же, сколько за трансляцию телеканалов, специализирующихся на историю и культуре народов Российской Федерации. Но все равно это все-таки два балла, так что эти вещи тоже не лишние и нужно о них помнить. Другой момент, что есть обязательные критерии не для отеля целиком, а конкретно для номера. То есть для номеров от первой категории выше, а также всех номеров выше категории, как вы видите в табличке, обязательно должны быть такие вещи, как телефон на прикроватной тумбочке, телефон в каждой комнате или переносная трубка, где могут помочь дектрешения, которые также можно у нас запросить. Телефон в ванной комнате, будильное устройство или таймер, который так или иначе тоже этот вопрос может решаться с помощью телефонных аппаратов. Вот, кстати, интересно, это не ошибка, в Junior Suite действительно пропущен вот этот плюсик о наличии будильного устройства. Может быть, кто-нибудь расскажет, почему именно в Junior Suite будильник не нужен. А, например, в студии, в люксе во всех других категориях нужен. Это небольшое отвлечение. Ну и розетка рядом с кроватью. Забегая вперед, могу сказать, что в современных отельных телефонах в самом корпусе предусмотрены дополнительные порты для зарядки мобильных устройств. То есть вот эту необходимость с точки зрения обязательных критериев также можно закрыть с помощью телефонных аппаратов. Вот, как раз вот таких, как вы видите на слайде, мы поставляем телефонные аппараты Fanville. Вы, может быть, знаете, что компания Epimatico является дистрибьютором номер один в мире компании E-Link, известного бренда IP-телефонов. Но это, конечно, офисные IP-телефоны, которые подходят сотрудникам и в отелях тоже на ресепшене, где угодно их можно ставить. Но все-таки в номерах это должны быть специализированные аппараты со специализированным дизайном, приятные, удобные, не скользящие по тумбочкам, которые постоялец не может с легкостью уронить, и, что важно, с возможностью кастомизации. Если смотреть от младшей модели до старшей, то, соответственно, в модели H1 это бумажный носитель, который можно легко заменить, в H3 это вот меняются такие пластиковые фальшпанели, которые мы тоже можем поменять по вашему дизайну, по дизайну отеля. Такие проекты есть, есть примеры. И в модели H5 это LCD-экран, на котором тоже можно занести нужную информацию на нужном языке. Соответственно, вот эти программируемые кнопки, 8 или 6 штук, на них можно занести нужную информацию для каждого отеля. То есть, например, если у вас есть доставка еды, поставить кнопку заказать еду, если у вас есть спортзал, поставить кнопку позвонить спортзал, я не знаю, заказать какое-то обслуживание в номер или там позвонить в массажный кабинет. Все зависит от конкретных потребностей каждого конкретного объекта, где эти телефоны ставятся. И небольшое замечание, вот эта модель H1, она самая дешевая в линейке и она эксклюзивна во всем мире, сейчас поставляется только нам. То есть, она есть только компания Epimatico, так что если хотите дешевый, качественный IP-телефон именно для номеров, то вот есть такая моделька, которой нет в других странах мира. На этом слайде как раз вот как выглядит эта кастомизация и пример отеля из Анапы. Недавно делали этот проект. Соответственно, в каждом номере они тоже на телефонах поменяли вот эти панели, поставили свой логотип, нужную информацию, код города и так далее, и так далее. И, конечно же, это можно кастомизировать индивидуально для каждого номера. То есть, в каждом номере будет на табличке написано ваш номер 101, 102, 103, 266 и так далее. Это все тоже возможно, все таблички не обязаны быть идентичными, одинаковыми в каждом номере. И, кстати говоря, это можно сделать бесплатно. Есть такие возможности, если что, обращайтесь, конкретные условия расскажем. Это одна из акций, которые у нас действуют. Есть еще одна, например, то, что при покупке от 10 отельных телефонов вы получаете стартовую лицензию 3CX бесплатно. Если говорить конкретно в деньгах, это примерно 15 тысяч рублей экономии. Может быть, не так много, но все равно приятно. Так что, обращайтесь к коллегу или ко мне напрямую, как вам удобнее. Расскажем о всех действующих специальных предложениях и о том, что можно получить, какие приятные бонусы. Вот такие модели под брендом IP-матик устанавливаются в ванную комнату. Мы выше смотрели, что это тоже зачастую обязательно для отелей, которые тем более хотят получить высокий статус. Они бывают двух цветов. Белый и черный. Кнопка SOS. Экстренный вызов. Например, если трубку кто-то смахнул и бросил или кто-то упал. То есть, стандартный функционал для отельных телефонов, для ванных комнат. И еще одна модель Wi-Fi IP-телефон также под брендом IP-матика. В общем случае использование Wi-Fi-телефонов в целом не рекомендуется. Лучше используют DEC-технологии для беспроводной связи. Но конкретно эта модель удобна именно для отелей, потому что часто уже сделан ремонт, часто какой-то дизайнерский дорогой ремонт, проведены все коммуникации и уже не получается протянуть провода, подключить обычные IP-телефоны. В этом случае нам помогает именно Wi-Fi IP-телефон IP-матика. Также можно на нем кастомизировать вот эту панельку спереди на корпусе, который вы видите на картинке. Мы посмотрели несколько типовых решений. Приведем пару примеров. Это некий средний отель, который мы придумали, на 50 номеров, несколько этажей, рестораны, сауны, дополнительные помещения. И вот так выглядит принципиальная схема того, как с 3CX в основе можно организовать телефонную сеть во всем этом отеле. Конечно, сейчас мы не будем разбирать каждый конкретный пункт, обсуждать, почему в том или ином месте мы поставили такие аппараты. Это не столь важно. Здесь, наверное, даже следующая страничка будет интересна вам больше, на которых приведены цены. И мы решили, что посчитали, что для такого среднего отеля стоимость типового телефонного проекта составляет примерно 15 тысяч долларов. Это учитывая лицензию 3CX, все телефонные аппараты и для сотрудников в общих зонах и во всех номерах и так далее. Конечно, эта сумма может варьироваться и в меньшую сторону, и в большую, все зависит от конкретных потребностей и от задач. Здесь не учитывается, например, видеонаблюдение, которое также обязано быть в гостиницах, может быть интегрировано с телефонной сетью, сетевой оборудование и так далее. Здесь мы говорим именно про телефонию и всевозможные телефонные аппараты во всех помещениях, в том числе в конференц-залах. И второй пример более простой это хостел. Буквально несколько комнат, не нужно каких-то особых изощрений, чаще нет даже какой-то особой CRM-системы и необходимости интеграции с ним, тем более PMS. Поэтому здесь все достаточно проще. Телефоны, SIP-аудиодомофон стоит на улице, чтобы контролировать доступ, видеонаблюдение в общей зоне, наличие хорошо работающего Wi-Fi для всех гостей. Это важно даже в хостелах. В этом отношении у постояльцев потребности не уменьшаются. И 3CX в основе всей этой сети. Но здесь есть приятный момент. Тут может быть достаточно даже бесплатной версии 3CX, поэтому в первой строчке вы можете видеть гордо стоящие нули. Конечно, надо смотреть конкретные потребности и необходимости, но в целом это можно реализовать даже бесплатно. Таким образом хостел полностью оснастить уже и с видеонаблюдением, уже и с Wi-Fi можно примерно за 2000 долларов, что весьма приятно. И чуть-чуть хвастовства, несколько успешных реализованных проектов, не будем на этом тоже, конечно, долго заостряться. Когда-нибудь вот и на Луне, наверное, будем строить отели, но пока то, что ближе к нам в России и соседних странах. В табличке несколько примеров отелей, которые уже выбрали 3CX именно в нашей стране, в России, в Беларуси, в Казахстане, в разных городах и в Минске, в Красноярске, в Москве, в Екатеринбурге, в Пятигорске. Если что, нужны какие-то реферальные ссылки, нужно посмотреть проект, обращайтесь, можем поделиться информациями, история успеха. Это все есть, так что, если что, обращайтесь, спрашивайте. Есть, конечно, из-за рубежа подробно описаны проекты, в том числе с подробной описанной финансовой составляющей проектов, сколько экономия за счет перехода на IP-телефонию, сколько экономия за счет 3CX, даже за счет экономии электричества, рабочего времени сотрудников, увеличение эффективности, какой период окупаемости, такую информацию можем показать, если будет нужно. И пара примеров об установке телефонов. Вот так в Владивостоке выглядят на прикроватных тумбочках телефоны Fanvil H5, а вот так как раз в Анапе выглядят номера с установленными кастомизированными телефонами H3. Действительно, картинки красивые, ну и, в принципе, дизайн телефонов соответствует интерьеру. На этом я тоже готовлюсь заканчивать, особо не затягивая. Может быть, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, коллегу с радостью ответим, поговорим. Ну и также контакты на экране. Можете обращаться, писать, звонить в любое время. на экране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!